И начнем мы с вами, как обычно, с общих понятий, с того, что такое инфографика. Я думаю, вы сейчас сможете найти сами, набрав поисковый запрос в интернете, очень много различных определений, которые сходятся в нескольких простых вещах. Инфографика — это именно передача визуальной информации. Инфографика основывается на каких-то данных, и ее задача — упростить какие-то сложные явления или сложные понятия. Поэтому для нас с вами я сформулировала вот такие вот основные черты. Во-первых, инфографика — это мультимедийный, иногда интерактивный формат. Мультимедийный говорит о том, что здесь используются другие средства коммуникации, не текст. Интерактивный говорит о том, что пользователи могут с ней взаимодействовать. И в интернете больше всего именно интерактивной инфографики. Но в презентациях, конечно, конкретно интерактивную инфографику мы сделать не сможем. Максимум — анимированы. Во-вторых, инфографика — это изображение на основе данных. То есть всегда есть какие-то данные, проще говоря, цифры, даты, величины, проценты, которые мы передаем с помощью какого-то изображения. И, наконец, инфографика — это выражение через простые элементы каких-то сложных понятий, сложных явлений. То есть задача инфографики — не усложнить восприятие, а наоборот упростить. Да, есть такие инфографические проекты, которые нужно долго рассматривать, изучать, вникать, чтобы понять. Но в общем и целом инфографика создается для того, чтобы с первого взгляда человек посмотрел и что-то для себя понял. Фактически главная задача инфографики — это дать какой-то инсайт, озарение, чтобы при взгляде на изображение человек сразу как пользователь сразу сказал «Ага, вот оно как!» или «Вот этого я раньше не замечал». То есть задача инфографики — как раз вызвать вот это ощущение узнавания чего-то нового. А нам с вами в учебных презентациях, если мы делаем их для учебных целей или для маркетинговых целей, как раз такое ощущение от наших пользователей очень и очень желательно вызывать. Итак, для того, чтобы создать инфографику, нам нужно два элемента. Это сами данные и инструмент для их визуализации. Сами данные без визуализации выглядят как-то таким образом. Это очень много цифр, очень много значений, где-то это очень много кода. И при взгляде на них тяжело что-то быстро понять. Нужно внимательно изучать строки таблицы, пытаться понять, какие значения нормальны, какие выбиваются из общего ряда, что означает та или иная строка, тот или иной столбец. Но если мы возьмем эти данные и попробуем их визуализировать каким-нибудь даже самым простым образом, многое станет, естественно, понятнее. То есть вот здесь вот данные не числовые, это данные о взаимоотношениях. И если мы визуализируем, просто написав название стран и прочертив стрелки, то станет намного понятнее, какие взаимоотношения находятся страны большой двадцатки. Иногда инфографика может быть очень и очень сложно визуально. Используются метафоры, какие-то аналогии, используется большое количество специально разработанных иллюстраций, вот как вот в этом вот проекте. Такая инфографика предназначена сама по себе для разглядывания, для неспешного, вдумчивого изучения. И далеко не всегда мы можем позволить себе это в презентации. Чаще всего в презентации нам нужно делать такую инфографику, которая будет понятна намного быстрее, ну вот примерно на вот таком вот уровне. Мы берем самые простые типы графиков и диаграмм, те, которые считываются с первого взгляда. Мы используем минимум лишних элементов, простые, четкие, яркие цвета. Используем не сто строк и параметров, а выбираем из них пять, максимум десять. То есть, опять же, искусственно сужаем рамки для того, чтобы подчеркнуть самое главное. Я могу в этом случае сравнить инфографику с прожектором, который из темноты выхватывает артиста на сцене. Выделяет самое главное в настоящий момент. Спасибо. Спасибо.